всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о моих трех новых ароматах от компании фредерик маль наконец-то они у меня появились я их давно хотела и также также это видео я снимаю не одна я снимаю его с прекрасным блогером кати кати в пенцел бокс кати привет катя я катю люблю вот катя от души тебе говорю я тебя люблю я давно смотрю кати на видео обожаю обожаю ее манеру речи обожаю как она говорит что она говорит ее ход мысли ее энергетику ее подачу ее гармонию и и вот какую-то такую внутреннюю силу спокойствие мне нравится она очень нравится мне нравится видео на любые тем как твои от книжные видео обожаю обожаю про кино обожаю про сериалы обожают там про жизнь при детей как ты у тебя на все своя точка зрения мне это очень нравится очень симпатично а естественно парфюмерное видео парфюмерное видео это вообще обязательно обязательно все смотрите катина парфюмерное видео и не только если вдруг вы ее не знаете переходите по ссылке я все оставлю у меня такая мечта ну мечта не мечта вдруг когда-нибудь получится пообщаться с тобой лично ну вдруг будет интересно мне кажется с тобой поговорить ну поживем увидим а так получилось что мы переписывались с катей в директе в инстаграм и что-то переписывались про фредерика маля про парфюмерию при про ароматы ну о чем еще и оказалось так что у нас вместе появилась одновременно по три новых аромата ну и само собой мы решили вот так вот записать это очень круто я считаю все давайте начну у меня три аромата у кати три аромата ссылка под ее под на ее видео под моим видео будет все оставлю все переходите я кать с нетерпением жду твое видео у меня три аромата три аромата по 10 миллилитров у нас не было в мекке в нашем магазине 10 миллиард один был по 10 миллилитров других двух не было ну вот появились я решила что нужно их брать вот просто вот возьму первый попавшийся ну конечно портрет оф леди первое это портрет оф леди я я все время когда бываю в мекке все время его на себя наношу и вздыхаю и таю и вообще это полный восторг вообще голова кружится я этот аромат просто обожаю хотела купить себе 50 миллилитров 100 миллилитров хотела купить вначале и потом что-то знаете только те нужно на крем какой-то то тебе нужно какие-то еще духи то еще что-то еще что-то все-таки цена тут поэтому когда появилась 10 миллилитров я с удовольствием его конечно же взяла портрет оф леди обожаю этот аромат создатель доминик рэпион прекраснейший который создал мой любимый карнел флава вот такая колбочка 10 миллилитров мне кажется очень удобно носить с собой портрет оф леди это аромата розе я люблю ароматы с розы здесь такая ребята роза я не знаю если вообще люди которые не знают этого аромата если есть пожалуйста если у вас будет возможность закажите там отливант или тестер или не знаю магазине попробовать обязательно обязательно аромат просто вы знаете о женщине о красивой восхитительной я не говорю в плане там красоты вот какой-то вот внешне до красивый вот внутренним знаете вот женщина на любая женщина на муза она богиня она героиня у каждой женщины своей истории и вот этот аромат он придаст любой абсолютно любой женщине он сделает ее крылатый окрылит ее на какой-то там срок пока на его носит ну я не знаю этот аромат который вы не возможно передать словами вы нужно ощущать именно на себе я когда в этом аромате я просто ощущаю себя вот на сто процентов прекрасный вот вот прекрасно и все неважно какое у меня настроение в чем я одета там накрашены они накрашены я вот прекрасно я потому что я женщина женщина красивая гармоничная любящая любимая просто вот осознание своей вот этой вот не знаю женственности вот как-то я не знаю это аромата розе повторюсь что у нас начнут это роза роза вот просто вы знаете маслянистая бархатная бордовая такая кровавая очень яркая красивейшая роза вот представьте вот самую красивую в мире розу это вот здесь вот она будет здесь с шипами немного да роза почули может быть какие-то специи знаете я не знаю как это называется пирамиду этого аромата но я знаю что там есть роза я люблю его я его очень девочки сильно люблю бесконечно всем сердцем я очень рада что он у меня появился я думаю у меня будет обязательно и большой флакон я носила его летом ну когда пробовал в магазине он прекрасен летом и вот сейчас я ношу у нас прохладно тоже не менее хорош надо совсем чуть-чуть потому что если вы с ним переборщите это будет тумач он очень стойкий очень шлейфовый очень яркий его практически невозможно отмыть вот если вы на волосы нанесли куда-то поэтому да будьте с ним осторожны но носить носите и пробуйте потому что это на мой взгляд это вот лучшая роза лучшая роза которую создали парфюмеры я люблю берлинскую деву еще от сержи лютена но там такая холодная отстраненная здесь это вот просто богиня роза богиня очень красиво очень-очень следующий аромат который у меня появился это их новинка music for a while от карлоса бенейма а он у них по моему сделал еще аромат с магнолий я давно когда еще было открытие в россии этого аромата презентация смотрела в instagram фото девочки выкладывали свои эмоции кому-то понравился кому-то нет как-то вот большинству как мне показалось не очень он понравился а я когда его попробовал когда у нас появился я его нанесла было жарко и мне он просто зашел сто процентов идеально восхитительно прекрасно для меня этот аромат знаете такой аромат загадка потому что тут нота лаванды тут вообще такой лавандовый основная нота здесь это лаванда и меня никогда не было лавандовых ароматов вот ну не в жизни я люблю лаванду я люблю покупать лаванду ставлю ее у кровати с ней тип хорошо спится мне просто нравится как она выглядит но в ароматах никогда никогда мне не было лавандового аромата а здесь вот это вот прям да это лаванда я сегодня в нем ходила весь день сейчас еще его ощущаю он очень строгий на мой взгляд аромат вот позыв там по моему посыл такой какой-то сексуальный якобы там такая женщина мужчина перепли сплетение тел таких обнаженных но я в этом аромате ничего такого вообще не чувствую очень классичный очень такой серьезный интеллигентный такой в очках аромат в таких тонких мне так кажется заявлено здесь все фруктовые нота ананас по моему у меня нету ничего такого я в этом аромате чувствую только лаванду и пачули пачули причем такие которые я не очень люблю такие немножко сыроватые пыльные но не знаю как как это работает за счет лаванды это все так скрашивается получается дайте такой тонкой тонкой изящное кружево очень такой красивый статусный даже я бы сказала аромат мне кажется он подойдет и под какую-то шикарную шубу на выход там как-то вот на шпильках платье такое какое-то классическое красивое куда-то так в театр но и в офис мне кажется он такой универсальный вполне себе аромат тоже тоже очень стойкий насчет шлейфа не знаю я еще не носила его куда-то в людные места скажем так а в отличие например от портрет леди когда я его наносила на себя и шла поток по своим делам не совершенно незнакомые люди говорили даже какой красивый у вас аромат тут я еще не знаю как это будет работать ну поживем увидим достойный очень достойный аромат от компании от дома фредерика маля такой необычный так он ну мне кажется он очень даже выбивается из линейки других ароматов этого дома я рада рада очень что он у меня появился и когда я первый раз попробовала мне показалось что вот вот этот аромат я тоже хотела сыну своему на день рождения подарить какой-то какой-то его первый парфюм до взрослый и вот я думала вот он бы подошел сейчас я понимаю что нет он слишком такой возрастной пока нет пока что-то другое и третий аромат который у меня появился это дрис ваннотон для фредерика маля вот так это выглядит дрис ваннотон для фредерика маля дрис ваннотон вообще один из самых моих любимых дизайнеров одежды он красивый художник он здорово делает одежду не яркая сексуальность не нарочитая наоборот такая зувалированная ну как бы вот с долей такого мистики какой-то тайны он драпирует женщин ну не знаю я кстати надо посмотреть что он сейчас делает то что раньше он делал это вот я прям обожал эти вот его тяжелые ткани бархат шелк тяжелый красивых таких золотистых грибных оливковых цветов это конечно было очень красиво и вот этот аромат дрис ваннотона а он вот для меня золотого цвета он золотой и я вижу в нем именно женщину с золотыми волосами каких-то золотых одеждах не знаю мне вот так кажется я вот тоже пробовала несколько раз до этого и мне он первый раз честно говоря не понравился он открывался вот раскрылся очень травянисто резко и так вот прям знаете зелено так прям бодренько я так как-то мне совершенно на тот момент не понравилось сейчас я его попробовала 5 и ну это вообще небо и земля видимо тогда я еще была не готова принять эту красоту здесь основная нота сандал я для себя открыла что я очень люблю ноту сандалового парфюмерии вот она меня цепляет она реально меня цепляет сандал он как-то вот скрашивает мне кажется всю парфюмерную историю картину придает аромату какую-то глубину и теплоту этот аромат очень теплый он согревающий он горячий я не знаю как он поведет себя летом мне кажется летом сандалу может выдавать какую-то молочную такую прокисшую ноту как в жё депо например бывает вот сейчас зимой я с удовольствием нашу жё депо и вот этот аромат видите уже в 10 миллилитров сколько я уже израсходовала он классный классный красивый сандал и бобы тонко бобы тонко придает этому аромату такую гурманскую ноту шоколада я даже сказала в базе он просто вообще шоколад шоколад не такой вот противный приторный и съедобный а такой тонкий тонкий вкус шоколада сочетание с сандалом очень крутой опять-таки по стойкости очень стойкий невозможно себя его смыть я люблю наносить аромат на волосы и волосы пахнут даже ну вот после того как вы голову помоете все равно вот раскальзывает потом этот аромат очень хороший если не пробовали обязательно попробуйте у меня все вот такие три у меня аромата появилась от фредерика маля я очень довольна хотелось бы конечно бы все ароматы от фредерик мальку купить иметь в своей коллекции но поживем увидим будем стремиться это конечно дом заслуживает всех аплодисментов мой самый-самый любимый обожаю обожаю фредерик май у меня на этом все я надеюсь вам понравилось переходите по видео под видео с посылки а кать кате и пока с вами была аленка блог все пока чао-чао пока